Алексей Голубутский, политтехнолог. И вот о том, кстати, кого возьмут в бункер, мы и поговорим. Очень даже интересно. Итак, есть у нас гость. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Добрый. Добрый. Мы разговариваем на русском, хотя я бы за любви поспелковалась с вами украинскую мову, идуже зацем скучила. Хочу спросить у вас, задать вам, как политтехнологу такой вопрос. Вот сейчас русские пропагандисты активно рассказывают людям о том, какой Путин молодец. И мне стало интересно, как вы думаете, кого пригласят в бункер на судный день? Для кого будет место в путинском ковчеге? А кого не пригласят? Как вы думаете? Ну, учитывая сексуальные предпочтения Путина, которые мы знаем, вряд ли страшилище, скажем так. Я понимаю, что это, наверное, сексизм, но всё-таки, учитывая дегуманизацию всего процесса, который сейчас происходит, вряд ли, допустим, Симонян заинтересует его как объект дальнейшего пребывания в бункере во время ядерной зимы. Туда наберут, наверное, я думаю, каких-то гимнасток молодых до 25 лет. Но точно там не будет места ни Симонян, ни её дегенерату-мужу Киасяну, ни Жирному Борову Соловьёву, ни кто там ещё из этих дегенератов, я даже уже не помню. Я думаю, они это прекрасно понимают, они всё прекрасно понимают, они сами не верят в возможность ядерной войны. Это всё игра, всё отрабатывание номеров. Я даже сегодня видел Скобееву, она там какой-то очередной дегенерат рассказывал про то, сколько будет лететь рептета до Лондона. Даже она не выдержала и сказала, ну давайте же понимать, что будет и ответным ударом. То есть, если мы говорим про совсем уже апокалиптический вариант, то понятно, что бункер, который рассчитан в лучшем случае на пару десятков тысяч человек, в лучшем случае, там будут те, кто могут скрасить последние годы, осень патриарха, скажем так. И это там будет точно не толпа этих пропагандистов, которые сгорят в ядерном ударе вместе со всем населением планеты. Это понятное дело. Я хочу вас спросить по поводу того, что происходило на этой неделе. Вот если сделать такой небольшой дайджест новостей, какие бы четыре самые важные новости, связанные с Украиной и Россией, вы бы для себя выделили как самые важные? Четыре? Ну, сложно. Потому что первое, это понятно, ленд-лиз. Это исторический момент в любом случае. То есть тут нету прецедентов, да. Великобритания ждала ленд-лиза почти год. Советский Союз ждал три месяца. Украина получила ленд-лиз в течение двух месяцев. Это историческое событие. Понятно, что оно станет, то есть не станет, оно уже стало в любом случае перелом. Поэтому и риторика начинает меняться у пропагандистов, у Путина. Они в одну сторону уходят вдоль. Сейчас опять такое несколько дней ужесточение. Потому что они понимают, что сейчас будут, я уверен, и Киев не зря, и ракетами заваривали несколько дней назад, и будут и дальше. Сейчас они понимают, что переломный момент осталось две-три недели. И вот им нужно склонить к переговорам, запугать население, власть, все, так сказать, общество. Что вот-вот-вот-вот, и мы все, и мы бросим ядерную бомбу, не знаю, там еще что-то сделаем. Поэтому начинайте переговоры. Потому что понимают, что когда подъедет западная техника, подготовленные люди, наши резервы и все остальное, начнется перелом, и ситуация, скажем так, изменится точно не в их пользу. Поэтому все три события еще придумать, я честно говоря, даже вот... Понимаете, мы живем сейчас в таком мире каждый день. И что-то происходит, ну, допустим, сегодня это, наверное, визит Анжелины Джоли во Львов, посещение львовского... Но, кстати, вроде бы казалось, да, визит Анжелины Джоли. Но Анжелина Джоли, на секундочку, представитель в ООН по вопросам гуманитарной политики. И, насколько мы знаем, Анжелина Джоли, она не приезжает просто так в какой-то богом забытый уголок. Она приезжает только в те объекты, которыми интересуются непосредственно Вашингтон и Запад. И это как один из очень важных элементов мировой дипломатии. Как бы вы оценили этот визит? Ну, я не скажу, что тут важный элемент дипломатии. Понятное дело, тут больше пиара, чем реальной дипломатии. Но это символ, это символ. Анжелина Джоли – это символ, определенный культурный символ западного мира. Во-первых, это говорит о том, что ситуация в Украине волнует весь мир. И Голливуд, как отображение культурной, в определенной степени, западного мира, проявляет к этому огромнейший интерес. Во-вторых, она символ действительно гуманитарных таких миссий. Не знаю, насколько она раньше, как мы помним, из Бирмы, из других стран. Она усыновляла детей, пострадавших от военных конфликтов. Не знаю, как будет в Украине, возможно, и так произойдет. Но в любом случае, это символическая акция, которая имеет еще и практическое значение определенное. Более того, думаю, даже серьезное. Понимаете, что эти люди смотрят по телевизору, то, что происходит в Украине, может сложиться впечатление. Если ты смотришь Мариуполь только, то впечатление, что Украины уже нет. Она сравнена с землей. И как бы тут находиться очень опасно. Естественно, что многих людей это может в гуманитарных миссиях каким-то образом не отпугивать, но настораживать. А визит в Олег, который тоже обстреливается, и там много чего с ним происходит. Но все-таки это не Мариуполь. Туда можно ездить и решать чисто гуманитарные вопросы. Ну, плюс, это, естественно, еще и пропагандистская очень серьезная вещь. Понимаете, не только мы знаем, кто такая Анжелина Джоли. Это знают, я думаю, 90% населения и России в том числе. Они смотрят на это все. И у них может быть какой-то доли, не знаю, процента или может быть больше, 10%. Возникнет вопрос, а почему Анжелина Джоли, допустим, ездит во Львов, националистические, нацистские, но не ездит в Москву, Ленинград или куда-то еще. Почему они не смотрят сейчас, не имеют возможности смотреть голливудские фильмы, не могут, ну, законно пока не менее, да, не могут быть частью этой культуры, которой, в принципе, они частью и являлись. Чтобы там не говорили, они как бы не пытались с этим бороться, но при всем значительно большем вкладывании денег в кино, чем, допустим, в Украине, да, все равно это российское кино, это 20-30% выручки в кинотеатрах в России. Это максимум на блокбастерах российских, да, вложенных огромных денег. А так это все равно Голливуд, а Голливуд это Анжелина Джоли. Сегодня вообще очень интересный день. С утра проснулась, я уже говорила зрителям и увидела новость о том, что Британия рекомендует своим гражданам выехать с территории Молдавии. Мы знаем, что в Приднестровье ситуация очень накаленная. И очень много жителей Приднестровья просто убежали со своей родной земли на территорию Молдавии, чтобы не попасть под мобилизацию. Кроме того, в Польше объявляются военные учения с 1 по 30 мая. Как вы думаете, как дальше будут развиваться события, глядя на то, как сейчас готовятся наши соседи? Ведь перед войной в Украине у нас тоже были определенные и учения на границах, и тоже были предупреждения, посольства выезжали. Что это за звоночки? Это первые ласточки того, что конфликт будет расширяться? Вполне возможно. Тут вариантов миллион. Учитывая, что я, ну, не скажу один из немногих, многие об этом хотели, английская разведка, американская разведка. Но многие в это не хотели верить. А я верил в войну, как говорится, достаточно давно. И понимал, что так или иначе это произойдет. Поэтому, ну, варианты миллион может быть. И в том числе, понимаете, про поляков там история, как бы, да. То есть, если читать российскую пропаганду, смотреть, то это поляки готовятся занять Западную Украину, чтобы ее, так сказать, так или присоединить к Польше. Ну, понятно, что это бред, все. Но в любом случае, когда идет впервые в истории Европы за последние 80 лет, идет крупномасштабная война. Это несравнимо ни с Югославской войной, ни с какими-либо локальными, ну, тем же Приднестровья, конфликтами, которые были там 30 лет назад. Это действительно первая после Второй мировой войны такая грандиозная война, скажем, да. Она еще не тотальная, как Вторая мировая, но это серьезная война, да, если так сказать. Понятно, что наши соседи должны к этому готовиться. Потому что, ну, они верят, понятно, в ЗСУ, они верят в Украину, они верят в многие другие вещи. Но мы же понимаем, что Россия все равно это мощное, огромное государство со 140 миллионами населения. И Россия, в конце концов, может напасть не только путем того, что дойдет через Украину к границам Польши, допустим. Она может это сделать и с другой стороны. Она может это сделать, скорее, в Градской области, допустим. То есть вариантов все надо рассматривать. Европа проснулась, Восточная Европа просто проснулась раньше, она и не засыпала особенно в отношении к России. Сейчас проснулась уже и Западная Европа, и они начинают понимать, до них доходит такое осознание того, что на самом деле это не какая-то фантастика. Это не... Я понимаю, сейчас скажу достаточно грубо, цинично, я постоянно, правда, про это говорю. Мы точно так же можем к себе это внести, да. Когда сравнивали с Землей Алеппо, когда убивали десятки тысяч людей, сирийцев, я просто был в Сирии, был в Ливане, знаю, как это все весело происходило. У нас тут ни каких-то митингов не было, ни каких-то... Я вообще, грубо говоря, об этом, честно говоря, и в новостном потоке слышал очень редко. Нас это не волновало, в принципе, да. Поэтому мы не должны удивляться, что европейцам то, что в Украине происходило, не особо волновало первые недели, да. Но просто осознание географической близости, плюс огромное количество наших беженцев, плюс множество других факторов, плюс все-таки все понимали, что в Сирии невозможен ядерный удар, а в Украине или в связи с Украиной возможен и такой вариант развития события. Тут все проснулись, потому что гамбургер, любимый бокал пива, который привык, немец, бюргер, он может сгореть вместе с ним просто в ядерном пепле, скажем так, да. И они начинают это понимать, чуть-чуть, но понимать. Какова вероятность того, что в Украине будет полномасштабный конфликт на всей территории? У нас уже идет война, но она сейчас с севера перешла на восток и юг. Какова вероятность того, что Российская Федерация начнет наступать с юга и востока, а армия НАТО будет нас поддерживать с запада, и тогда Украина просто превратится в поле боя? Какова вероятность такого сценария? Ну, с запада, это в смысле, она зайдет на нашу территорию? Ну, да. Ну, тогда это будет конфликт уже России с НАТО. И там уже предвидеть что-либо, это уже невозможно в принципе. Давайте не забывать потенциал, это Путин даже признает, потенциал НАТО многократно превышает потенциал России. И в принципе Россия, в чем ловушка России в нынешнем конфликте, она как бы не рассчитывается. У него концепция, и военная концепция не рассчитана на такой войны, как сейчас происходит с Украиной. У нее или гибридная война, очень локальная, быстрая, которая происходит достаточно быстро в определенном очень узком месте, или же это уже ядерная война. Приморожуточных вариантов военная доктрина в российской в принципе не предусматривает. Поэтому, ну, война с НАТО, это война, ну, скажем так, тут у кого, кто готов, насколько готова Россия совершить, то есть Путин совершить самоубийство, скажем так, да, потому что понятно, что такое война с одних ядерных держав, с другой ядерной державой, да, это конец цивилизации, в принципе. Готовы ли с этим смириться Китай, готовы ли другие, скажем так, внешние игроки, достаточно крупные, которые не вовлечены буквально в этот конфликт, готовы ли они, вот, существовала китайская цивилизация пять тысяч лет, она только достигла пика своего, достигает пика своего развития, вообще как бы, да, цивилизационного, и все это рухнет из-за того, что какой-то Карли в каком-то бункере решил переписать историю, да, решил 21 век засунуть в 19 век, или наоборот. Ну, то есть тут множество факторов, поэтому я все-таки, ну, не надеюсь, я все-таки не вижу. Он тактик, Путин, да, он тактически в 14-м году сделал такой ход, как бы, да, решил определенные проблемы, но стратегически он проиграл. Сейчас он делал тактически. Он, типа, на самом деле, в его ситуации до данный момент, потому что какую задачу он решает? Он задачу решает умереть на своей должности, да, он ее относительно успешно решает, он абсолютно зачистил оппозиционное пространство за этим, вообще ничего нет, как говорится, и есть согласие на это население, есть мобилизационная риторика, есть полное закрытие страны, скажем так, почти полное, да, но при этом покупают нефть и газ, то есть ресурсы на то, чтобы не было голода и бунта у него есть, и остаются. Единственное, что, да, он может перегнуть палку, если дальше, так сказать, пойдет на конфликт прямой уже с странами НАТО. Поэтому, если разрядка, ну, имеется в виду, какой-то не произойдет до конца мая, начала июня, ну, тогда, возможно, возможно, господи, я уже по-русски не могу сказать, какой-либо вариант. Я, кстати, вон сегодня утром смотрела очень интересную инфографику о том, сколько стран имеют ядерное оружие. На первом месте Россия, на втором месте страны НАТО, на третьем месте Китай, на четвертом Пакистан, на пятом Индия, на шестом Израиль, на седьмом Северная Корея. И если так посмотреть, то единственные, кто выступают за применение, ну, как бы сейчас, да, играют мускулами и говорят о применении ядерного оружия, это только Россия и Корея. Все остальные страны на данный момент понимают, что ядерное оружие это очень опасная игрушка. Это правильно вы говорите. Наш земной шар просто рухнет, если его применить. Но все же, вот ситуация на сегодняшний день достаточно критическая. Как вы думаете, после 9 мая что-то изменится в лучшую сторону или нам ожидать нового нападения на Украину и нового штурма? Потому что сейчас у нас проходит атака и контратака. Как вы думаете, обрушится ли на нас нападение основой силы? Ну, во-первых, ядерное оружие разное бывает. Имеется в виду, есть стратегическое ядерное оружие, это апокалипсис, да, и это реально могут сделать только Россия и Соединенные Штаты по количеству боеголовок, скажем так, да. Другие страны могут создать, ну, скажем так, серьезные проблемы, но не уничтожить планету. Я же не говорю там про количество ядерных головок у Израиля и у Северной Кореи. Понятно, что речь там идет только о создании, ну, то есть Северной Кореи, в лучшем случае долетит у Японии. Да, будут проблемы японцев, но это не уничтожение планеты. Есть тактическое ядерное оружие, которое, в принципе, в доктрине работает для устрашения, но не имеет дальнейшего выхода. Это вся, ну, кроме американцев в Хиросиме, да, и все-таки прошло достаточно много времени, оно было экспериментальным, впервые использовалось, то после этого никто не применял, поэтому очень сложно понять практику, да, не последовало ли за тактическим ядерным ударом малой мощности, ну, допустим, чисто для устрашения, да, не последует ли полноценный удар, допустим, с запада по России уже стратегический ядерный удар. То есть тут очень сложная, тут как бы такая ситуация, ни разу не бывавшая в истории. По поводу 9 мая, ну, во-первых, все много будет зависеть от того, что произойдет до 9 мая, еще есть время, выйдут ли до 9 мая, если, ну, судя по всему, есть какой-то приказ все-таки выйти хотя бы к границам Донецкой и Луганской области, но судя по нынешней ситуации у них этого не выйдет. Смогут ли Путин продать просто Мариуполь как победу, допустим, ну, сказать там, что вот мы Мариуполь, мы там освободили народ Донбасса, что-то такое, не знаю. Сойдет ли для этого Херсонская область, тоже очень сложно сказать. Вполне возможно. Вполне возможно. Но, опять-таки, пошли такие сигналы. Я специально послушал британского этого министра вчера в Дели Мэл. Ну, там сложно понять, это, в принципе, или, вполне возможно, он хотел хайпануть просто, да, по поводу того, что 9 мая объявят мобилизацию всеобщую. В России даже в той социологии, которой и так не особо веришь, потому что понимаем, что такое проводить социологию в закрытом, тоталитарном почти обществе, но даже там отмечают снижение поддержки войны. Да, незначительно на 8%, но идет снижение поддержки войны. И понятно, что мобилизация точно не пойдет на пользу этой поддержки. Если Путин хотел сделать так, как он сделал в 2014 году, просто поднять свой рейтинг, потому что ему нужно быть популярным, скажем так, правителем, и это его главная основа, его власти, да, потому что ничего другого особо нету, то ему надо уже выходить из конфликта каким-то образом.